Володя Продолжение следует... Слепые слезы у трибуны на 9 мая И в этот день Яропол говорит вам спасибо Никто не забыт, ничто не забыто И знают люди и помнят небеса Твой храбрый подвиг, родные голоса Так, кто у тебя на портрете? Татайв Дмитрий Семенович Погиб или умер? Выжил после войны, умер от старости А где служил? В Харькове В Харькове? А в каких войсках? Войну прошел, получается? Да Войну прошел, да? Иди сюда, Евдокимов Давай мы проверим твои знания А кто у тебя на портрете изображен? Евдокимов Громче Евдокимов Николай Спиридонович Николай Спиридонович Прадед Прадед, да? Где воевал? На морской пехоте Всю войну прошел? Да Всю войну, да? Всю войну? 22 июня Не вернулся домой С порта на корабль И до победы В 43-м Узнал, что Два его старших брата погибли И записался Добровольческий отряд морской пехоты 369-й отдельный батальон морской пехоты Керчь, Крым, Дунай Румыния, Молдавия Ему было 25 лет Моему отцу было 2 годика И он пошел на фронт В 41-м году Первый день войны Высадился на вражеском берегу Керчи Значит, с противотанковым ружьем Его вообще противотанковым ружьем вдвоем несут Но второго ранило И он один с противотанковым ружьем Загасил три дзота С пулеметами За что получил награду Ну, в принципе, правнук повторяет его Знаете, только в компьютерной игре Перед занятием Да, Евдоким? И в жизни повторил А я постоянно телефон его забираю Что играть нельзя перед тренировками Так, Димит, кто у тебя изображен на фотографии? Бород Ими Румян Максимович Да? Всю войну прошел? Да Где воевал? В Великой Отечественной войне Я знаю, где, на каких фронтах, в каких городах В каком роде войск? Знаешь? Ничего не знаю Так, давайте, папа подскажет Расскажите Пехотинец с 41 по 45 год Это ваш дед Это мой дедушка А это его прадед? С 41 по 45 год Прошел всю войну Пехотинец Старший лейтенант Окончил войну С победой в Берлине Димит Это вот мой прадед по маминой линии Антонов Николай Семенович Погиб в 43 году Взяли его на фронт 16 лет Он поделал себе документы Чтобы ему было 18 Погиб под Смоленском Он служил в танковых войсках Нас сегодня в составе Ярополка Около 35 человек Не так много Потому что многие разъехались Но в следующий раз будет побольше Самое главное Почтить память тех людей Благодаря которым мы живы Ну и поддержать наши российские войска Победа в любом случае будет за нами То, чем занимается А, спалили Денис, давай, кружка, давай на камеру О, очки Так, я начинаю Раз Раз Считаешь? Один-ноль в мою пользу Два-ноль А Три-два Три-два Держи Зачем ты Опа Солючила От горечи потерь до радости Общей победы Мирное небо и города Что покрывает пепел Боль и надежда Любовь и дружба Старики и дети Родни страны вперед Витая вражеские сети За спинами тени отцов Перед глазами Слезы матери В руках и оружие А в небо светят фонари Вдали семья Впереди чужие лица Назад ни шагу Никому не отдадим столицу Землю рвало от снарядов Люди стонали от боли Волю собрав кулаки Просто писали истории Ради любимой страны За отчизну За совесть За Родину стояли Не знают люди Не знают люди И помнят небеса Твой храбрый подвиг Не знают люди И помнят небеса Твой храбрый подвиг Родные голоса Кричат спасибо Так много было ран Поклон тебе Ветеран Дорогие друзья Ну вот и Подошел К завершению Бессмертный полк Который прошел в Красногорске И на полк В количестве там 30-40 человек На сцене было Придели участие Мы безмерно рады Этого вообще мероприятия И безмерно рады На самом деле Победе В поддержке нашим Российским востам Которые сейчас выполняют Специальные операции В Украине Ну что понравилось Да? На самом деле Это захватывает Так как сегодня Было очень много народу Я думаю 1015 И когда люди Одной энергетикой Собираются вместе Это действительно заряжает Друзья Еще раз Всех с праздником Похлопаем